Друзья, всем привет! В эфире канал РВК Live, где мы говорим с экспертами на разные интересные темы. И сегодня в рамках форума «Открытые инновации» у меня в гостях Наталья Галкина. Она является генеральным директором компаний Neera Trend и Neera Chat. Наталья, добрый день! Добрый день! Наталья, вот можете, пожалуйста, вкратце нашим слушателям рассказать про эти две компании, чем они занимаются, потому что названия, в принципе, схожи, но, я так понимаю, технологии и продукты разные. Вот можете, пожалуйста, вкратце рассказать про обе компании? Ну, как раз технология одна и та же – это нейротехнологии, но в основе нейротехнологии лежат как бы две разные базовые, и поэтому два разных продукта. Вот. Да, да. Значит, первый продукт – это был нейротехнологии. Это коммуникационная сеть, коммуникационная система для людей с серьезными ограничениями речи и движениями. Но так проект начинался. Сегодня, собственно, то, что разработано в рамках проекта Neera Chat, активно используется в когнитивных тренингах, потому что в основе лежит технология интерфейсов мозг-компьютер, и самое главное, что возможно делать, используя эту технологию, это детектировать намерения человека напрямую от мозга, выбрать тот или иной символ на виртуальной клавиатуре или на экране, и, соответственно, дать команду внешнему устройству. Таким образом, можно достаточно медленно написать тексты, можно посылать различные сигналы SOS, хочу пить, хочу есть, можно играть в простые игры, которые к этой системе подключаются, и делать это без использования речи и движения, только с силой мысленного намерения. А если мы что-либо пытаемся сделать с силой мысленного намерения, то, естественно, мы начинаем тренировать свой мозг, потому что мы прикладываем к этому усилия, и технология эта основана на когнитивных вызванных потенциалах, они поэтому и называются когнитивные вызванные потенциалы. Но мы работаем на волне П-300, есть еще несколько, но это вопрос уже более широкий, не в рамках пятиминутной нашей дискуссии. Тем не менее, такой продукт уже есть, у нас есть достаточно большое количество пользователей, которые действительно имеют серьезные ограничения речи и движения, и сейчас появляются те пользователи, которые просто используют нейро-чат для тренировки своих когнитивных способностей, а конкретно это тренировки концентрации, тренировки памяти, ну то есть те первые методики, которые мы уже сейчас сделали и опробируем. Это мне, знаете, напоминает, есть такой фильм французский, «Скафандр и бабочка», где главный герой попадает в аварию, становится парализованным, и с помощью моргания он пишет книгу. Если бы он знал бы про… Кстати, тут трудно сказать. Если он… Ну, то есть здесь можно разные способы пробовать, потому что человек хорошо работает в глаза, то он может использовать айтрекинговую технологию, да, многие делают это морганиями или каким-либо… любым другим способом, чтобы понять, что он хочет выбрать. Здесь человек это делает самостоятельно и напрямую, но самое главное, что, значит, под этот продукт была сделана реальная такая платформа, которая позволяет этим людям еще и выходить во внешний мир. То есть вообще был сделан один из первых, так скажем, продуктов потребительского класса. То есть его… Это несмотря на то, что это все-таки электроэнцефалограф, его можно использовать в домашних условиях, а не в больничных. И, собственно, уже даже после окончания проекта на сегодняшний день, значит, сам проект был реализован на электродах жидкогелевых, с жидким гелем, а сегодня уже есть версии, которые используют твердые гелевые вставки. То есть то, что, в общем, в народе в любом случае называется сухим электродом. То есть по факту лет через пять такие продукты будут стоять в магазинах? Я совершенно уверена, что люди больше и больше будут ими пользоваться. Другое дело на вопрос, собственно, в какие рынки они на сегодняшний день начнут внедряться. Потому что, когда мы говорим скафандр и бабочка, мы понимаем, что таких людей очень немного. И это такая функция социальная и функция социальной ответственности больше, чем возможность широкого бизнеса. Потому что мы много раз наблюдали, что если, когда садится и пробует человек нормальный, который умеет говорить и писать, у него все двигательные функции сохранены, то ему часто кажется это сложным, потому что ему не нужно. А что у тех людей, у которых вот эта функция как-то сильно, у них даже получается лучше, у них мотивация другая. То есть им нужно как-то объяснить. Но, тем не менее, это все-таки не очень широкий рынок. Вы, кстати, начали говорить про рынок. А в целом, как устроен рынок вот этой технологии в России? Ну, понятно, что, наверное, в мире есть какие-то, возможно, аналоги. А в целом, что сейчас с этой технологией? Вы знаете, она активна, на самом деле, благодаря НТИ, Национальной технологической инициативе. То есть эти работы были сильно простимулированы. И сегодня в России, конечно, говорить о том, он зарождающийся. И мы его только там все вместе формируем. На самом деле, вот сейчас идут открытые инновации. А на прошлой неделе было совершенно такое потрясающее и очень массовое мероприятие. Оно, к сожалению, тоже происходило в онлайн, хотя было блестяще организовано. Оно организовано эта конференция, большой форум BCI Самара. И там присутствовали все, ну, на мой взгляд, большинство. Даже, конечно, все нельзя говорить никогда, но большинство разработчиков и компаний-разработчиков, которые работают с нейроинтерфейсными технологиями, которые вообще работают с биоэлектрическими сигналами мозга, от мышц. С нашей стороны, с российской, на мой взгляд, там были практически все. Но было очень много представлено значимых в этой области иностранцев, которые представляли свои работы. И это прям действительно показывало, насколько возрастает и в мире, и в России интерес. То есть рынок прям формируется и очень быстро. При том, что уже рынок брейн-компьютер-интерфейсов, ну, или интерфейсов мозга-компьютер, он уже есть. Его уже считают там в мире. И, конечно же, мы здесь тоже будем сейчас пытаться в рамках ИДИ анализировать и смотреть, как он развивается в России. То есть государство действительно понимает значимость этой технологии, поддерживает вас и делает все возможное для того, чтобы, ну, такие компании, да, они, соответственно, внедряли, разрабатывали такие технологии. Вот, я так понимаю, у вас же выделяются гранты, да, на эти разработки. И с точки зрения экспертизы идет поддержка. Вот, смотрите, государство подтолкнуло развитие. И подтолкнуло процесс выхода этих технологий из научных лабораторий в то, чтобы на основе этих разработок стали формироваться продукты. Вот следующий шаг, на самом деле, которому происходит как бы подступ к снаряду, это как раз внедрение. Вот. И к этому сейчас только подходим, потому что только первые проекты находятся в стадии завершения неокра. И насколько там рынок венчурный готов сразу подхватывать результаты неокра, или должна быть еще некая, так скажем, смешанная уже часть государственного финансирования, и частного, и венчурного, именно венчурного. Вот здесь вот это вот основной вопрос, который много дискутируется, то есть как провести внедрение, потому что для классического венчура в любом случае нужно, чтобы проект уже показал рынки, а рынок только формируется. Продажи первые, это недостаточно для того, чтобы такие, на самом деле, наукоемкие, высокотехнологичные технологии быстро выводить. Плюс практически все наши продукты требуют еще дополнительных сертификаций. То есть если мы, например, хотим работать с пациентами, то есть вот мы, например, с нейрочатом выходили как коммуникационная система, а не как медицинская. И в этом был плюс и минус свой. С одной стороны, мы очень быстро сумели это сделать, с другой стороны, у нас не могут его покупать медицинские учреждения, потому что у нас нет медицинской сертификации. Значит, вот мы находимся, значит, соответственно, почему мы не пошли в когнитивные тренинги. При этом наши пользователи могут его использовать дома, но они, в общем, все люди особые. Это либо после инсульта, либо после каких-то нейротранов, либо это просто от рождения. И поэтому, конечно же, собственно, без контакта с врачами, без понимания, что там есть в анамнезе у этого человека, это внедрять достаточно непросто. То есть, значит, мы должны еще и хорошо понимать, соответственно, что происходит с этими людьми. А в больничных условиях пробовать, даже в реабилитационных центрах государственных, мы не можем, они не могут сделать эту закупку. А делать роуд-шоу или бесплатно опробировать, ну, по крайней мере, в первых проектах это было невозможно, не было на это в смете заложено денег. Нельзя, вернее, мы бы заложили, нельзя было заложить. Сейчас ситуация изменилась, ну, потому что понятно, что и система НТИ, и эрбокраммы учимся друг у друга. Но вот первые проекты, они однозначно испытывают там эти сложности, в том числе и мы, то есть мы там пробиваемся на рынок сами. Поэтому мы не говорим, что мы совершенно там, ну, в принципе, сейчас вся система постарается перейти на формат финансирования, государственного финансирования через вхождение в капитал. там, созда, SPV или существующих компаний. И, естественно, любое внедрение, оно обязательно должно происходить уже не в виде гранта. При этом, понятно, что являясь, ну, в основном все эти компании, которые находятся в НТИ, они являются либо резидентами Сколково, либо и резидентами Сколково, и резидентами, там, московского инновационного кластера. И существует очень много инструментов и механизмов в целом в системе НТИ, которые позволяют некоторую часть затрат компенсировать. И, конечно, просто это надо знать, и такие навигаторы очень важны для проекта. Навигаторы по мерам поддержки, когда они могут что-то, какие-то затраты, например, связанные с патентованием, с выставками. Но то, что им необходимо совершенно, компенсировать за счет различных инструментов, предлагаемых в рамках и фонда Сколково, и там, московского инновационного кластера, и там, по стране любых других кластеров. Вот, что касается непосредственного венчурного финансирования, в РВК, вы, наверное, знаете, да, что есть же как раз венчурные фонды, которые ориентированы в том числе на проекты НТИ. Я правильно вас понял, что все равно есть некая, вот пока на данный момент нерешенная проблема, с тем, что продукт еще, скажем так, ну, не... Это разговор там о той самой бесшовной интеграции между институтами развития. И так как это абсолютно новое, то пока это идет очень тяжело, пока не очень получается, потому что совершенно разные экспертизы. Эта экспертиза, которая была при, так скажем, получении первых субсидий, значит, по 317-му постановлению, она никак не совпадает, ну, в смысле, не совпадает, по сути своей, с теми экспертизами, которые делают уже венчуристы. Это совершенно разное. То есть венчуристов достаточно трудно сегодня для зарождающегося рынка, не вникают глубоко в те технологические особенности и в тот рынок, на котором находимся мы, принять решение. Для них это слишком венчурно. То есть должны возникнуть... Ну, это тот самый инвестиционный лифт, который сегодня только... То есть его выстраивать пытаются там, ну, вот, последние два года. Пока, там, например, наш опыт в этом не очень положительный. Я надеюсь, что сейчас он, конечно, наконец-то сдвинется, и у нас все получится. Но это, в общем, такой очень тяжелый и непростой путь. То есть перепрыгнуть из НИОКа сразу в венчурные инвестиции, в тех меморандумах, у которых были фонды, год назад, ну, там, у нас не получилось. Но при этом мы не умерли, надо отдать должное. Есть сложности, но мы не умерли. Наверное, это тоже говорит о том, что там, то, что мы сделали, все-таки имеет определенную ценность. Потому что вот там буквально, там, две недели назад мы, Нейра Чак, выиграл премию мэра Москвы в номинации «Меняющая реальность». Потому что вот, мне кажется, это действительно очень… Мы действительно меняем эту реальность. И в этом смысле, как любые первопроходцы, наш путь тернист. Мне кажется, это отличное название премии. Мне кажется, что нам бы стоило собрать сессию, которую назвать из НИОКа венчур. Я прям руками и ногами за. Пригласить как раз экспертов профильных, фаивов. Возможно, вы знаете, кого необходимо позвать с точки зрения продуктивности и продвижения данной инициативы. И, возможно, что-то может и сдвинуться уже в ближайшее будущее. Я очень надеюсь, что прям вот совсем в ближайшем будущем обязательно эти вопросы сдвинутся. Потому что, на мой взгляд, государство тоже в этом очень заинтересовано. Потому что достаточно странно государству вкладывать такие серьезные деньги. А это, в общем, для стартапов в России серьезные деньги, которые вкладываются по 317-му постановлению, в НИОКры. И после этого, собственно, бросать или говорить, что замечательно, там, вы НИОКР закончили, ребеночек родился, побежал, заговорил сразу. Так не бывает. То есть все равно нужно... А когда ты начинаешь вести разговор с теми же венчурными фондами, пока у тебя не закончен НИОКР, то они тоже говорят, ну вот вы закончите НИОКР, тогда приходите. Ну вот, понимаете, да? То же же, ты же тоже, когда с венчурным фондом, это процедура, это достаточно долгий процедур. То есть на самом деле... Рискованные процедуры, как мы уже знаем. Конечно, это и рискованно, и это сложно. И в это время проект должен тоже жить, не снижать обороты. На самом деле можно все остановить, там, заблокировать, но тогда мы начнем оставать по времени. От тех же там аналогов западных. Потому что вот, например, с тем же нейрочатом мы забили приоритет свой, что мы сделали первый сеанс нейросвязи между Москвой и Лос-Анджелесом. И это было еще в 2018 году. Мы же этим стимулировали не только, так скажем, развитие проектов нейроинтерфейсных в России, мы их стимулировали по всему миру. Нам очень быстро после этого, через пару месяцев, американские коллеги наши прислали сообщение со ссылкой на компанию в одном из Штатов Америки, которая, собственно, выставила прям вот, знаете, почти слово в слово. Но это было через два месяца. Конечно, мы там пытаемся патентоваться, мы пытаемся как можно скорее фиксировать вот эти свои приоритеты и на международном рынке. Но дальше мы начинаем пробуксовывать, потому что они двигаются быстрее, они быстрее прототипируют, они делают очень вкусные устройства с точки зрения юзабилити. А это серьезные вложения. То есть это серьезные вложения. Например, для того, чтобы там у нас возникли те самые твердогелевые электроды, то есть то, что твердогелевые вставки в электроды, мы же в результате запустили собственную линию по производству. То есть это прям трудно, да, уже и уже не в рамках проекта, там, нейрочат, а в рамках проекта нейробарометра, который, собственно, в нейротрейде. Сейчас, опять-таки, тот же нейротренд закончил проект нейробарометра в мае месяце. Вот прям в самый жесткий период ограничений, к счастью, мы получили все оборудование в начале марта, в первую партию и первую коммерческую. И это нас спасло, потому что мы смогли, собственно, тестирование, просто развезя по домам нашим техническим специалистам, а у нас оставались уже эти работы, которые оставались, это работы только по программированию. Которые можно производить в период. Которые можно было производить где угодно, да. И, более того, мы на самом деле, боясь за то, что у нас кто-то из наших программистов, не дай бог, выпадет в этот период, мы вообще уже их отправили на удаленку, прям чуть ли не с начала марта, ну, то есть когда уже пошло, до того, как ввели какие-либо ограничения. Потому что нам нужно было, чтобы они были здоровы, чтобы не успели доделать проект в срок. А срок у нас был 31 мая. И для нас тоже стоял вопрос, будем ли мы там продлять. И мы приняли для себя решение не продлять. Не продлять. И приемочные испытания проводили для приемной комиссии дистанционно. То есть сами мы, конечно, вышли, но опять-таки мы имели право выйти, мы не относились к организациям, которым было вообще запрещено. То есть ограниченным составом. Не говоря о том, что когда, собственно, закончились ограничения, мы тестировали всех сотрудников, которые должны были выйти на коммерческие проекты. Но у нас тоже, у нас оказалось, там сейчас на борту есть нейролаборатории, которые тоже уникальны для нейроэкономических, нейромаркетинговых исследований. А уникальны с точки зрения даже технических характеристик. Они превышают западные аналоги. И более того, это все равно такие системы, которые, ну, из которых очень легко, и у нас это в планах стоит, в дальнейшем сделать открытую платформу. Но это наше оборудование. Мы, наконец-то, не связаны ни с кем, потому что мы знаем каждую тонкость того, что это оборудование может и что нет. Наталья, я желаю вам успехов. Спасибо. Мы с вами уже все время, но вы порежете. Нет, мы ничего резать не будем. Мы оставим все так, как есть. Единственное, у меня последний к вам вопрос. Почему нейротехнологии? Вот когда вообще у вас возникла эта идея, и что вас побудило заниматься такой сложным производством? Ну, у меня эта история известна, и она идет из детства. И мое первое образование, я закончила кафедру физиологии высшей нервной деятельности биологического факультета МГУ. Поэтому я нейрофизиолог по образованию. Когда теперь понятно. Но это произошло на границе перестройки. И после этого надо было выживать. И я тогда, собственно, выбрала путь не через науку. Поэтому второе мое образование – это экономист. И поэтому, когда уже в начале 2000-х годов впервые возникли слова нейромаркетинг, то для меня стало понятно, что нам туда. И дальше стоял вопрос только в том, чтобы возникло то оборудование, беспроводное, удобное, которое можно использовать в исследованиях потребительского поведения. Ну, а, естественно, входя в эту тему, мы все глубже и глубже погружались в то, что можно делать на потребительском рынке. Поэтому это был путь все равно через поведенческую экономику, нейроэкономику, нейромаркетинговые технологии для анализа потребительского поведения. А потом, ну, понятно, что мы не могли как не соблазниться темой интерфейсов МОЗ-компьютер и не попытаться сделать, опять-таки, потребительский, девайс потребительского класса для использования в бытовых условиях, но для людей с серьезными ограничениями. Это нейрочат. И в этом смысле понятно, что наши близкие отношения с Московским государственным университетом, с разными факультетами позволило нам подтянуть сильные научные кадры, сильную научную школу. Собственно, внутри нас хорошего уровня технические были компетенции технологические и программно-математические. И, конечно, наше знание мы и в том, и в другом случае действительно формируем новые рынки. Наталья, конечно, вы фанат своего дела, и только у таких фанатов действительно получаются крутые результаты. Я желаю вам успехов, спасибо большое за разговор, я надеюсь, что мы увидимся с вами как раз на круглом столе, посвященном переходу из НЕОКР. Спасибо, Дим, спасибо большое, и всем большое спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok